Над уголком боевой славы, который ученики показывают губернатору области Эдуарду Матвичуку, работали сами ребята. Основные сведения для создания этой стены памяти поступали к школьникам непосредственно от участника Великой Отечественной, которые регулярно приходят к ним в гости. Ведь живое общение с участниками боевых действий ценнее того, что написано в школьных учебниках. Когда ты общаешься с человеком непосредственно, ты начинаешь проникать в его мысли, в его сознание, и ты чувствуешь, ты прочувствуешь каждую мельчайшую деталь. И когда тебе человек со слезами на глазах рассказывает о своих подвигах, о каждой битве, тебе это намного лучше усваивается, чем ты прочитаешь сухой учебник истории. Восстановление уголков боевой славы, школьных музеев, Великой Отечественной, встречи с ветеранами – это курс по восстановлению исторической правды, который в Украине уже второй год ведет новая власть. С 2005 по 2009 год произошли в нашей стране некоторые изменения были, когда, скажем так, наши отцы и деды-герои вдруг резко стали, скажем, не совсем героями, а те, кто стрелял им в спину, те вдруг начали возноситься на постаменты героев. И поэтому возникла необходимость в том, чтобы вернуть историческую правду на место, и те, кто действительно герои, те, кто нам подарил вот это светлое небо, те, кто нам подарил свободу, те должны действительно стать, скажем бы, нашим символом. Потому что не секрет, вот такая победа, как была держана в 1945 году, такой победы, наверное, нет ни одной нации. Вот так, под аплодисменты представителей областных и городских властей, школьников и их учителей, ветераны заходят в зал и занимают почетные места в первых рядах. Великая Отечественная началась с такого, прерванного взрывами войны школьного вальса. И только что получившие аттестаты зрелости мальчишки и девчонки ушли подтверждать свою зрелость на фронт. Школьники рассказывают историю Великой Отечественной так, как видит ее молодое поколение. А в ветеранских глазах, наполненных слезами, всплывают воспоминания об их юности, которую они положили на алтарь победы. Великая Отечественная – это великая трагедия великого народа. 27 миллионов погибших – это по убитому солдату на каждые два метра всей площади бывшего Союза. Если по каждому погибшему объявить минуту молчания, рассказывают дети, страна будет молчать 32 года. В скорби по погибшим уже пробиваются нотки радостной вести о победе. И Великая Отечественная заканчивается так же, как и начиналась – вальсом. Только это другой, знакомый нам с детства, победный вальс. Татьяна Кривенко, Андрей Лысенко, Вести Одесса.